И мы начинаем новую игру группового этапа турнира GSL13, в котором мы активнейшим образом следим именно за командой Cats, которая в группе В соревнуется со своими различного рода оппонентами. Только что ребята уже выиграли свою первую игру, и следующая игра с командой Турм, и опять-ка там достается сторона Легиона, и это реоборот Квай, он же карбюратор Саша Оптимос, он же Шила Стайлз, FF и Скорпион. Наши маленькие, а может быть даже и большие герои сегодняшнего дня против них команда Турм, и это Хуки Лив, Годхенд, 5678 и Зануна, играющий за Хеллборн. Все good luck, have fun друг другу уже пожелали, и я надеюсь звуки хона у нас уже есть в стриме, проверим, вроде бы есть. Итак, Wild Soul и Pebbles не нравятся команде Cats, Keeper и Wild Soul опять же не нравятся Хеллборну. Wild Soul уже во второй игре подряд присутствует у нас в хидден банах. Только что, чтобы просто выбраться за кофейком, мне пришлось по головам сотен тысяч азиатов пробираться на выход. Вы себе просто не представляете какое-то здесь количество людей, и это, конечно, очень и очень интересно. Не в этом дело, секундочку. Я даже снял пару видео только что на свой айфон, и я надеюсь, что между стримами смогу вам его показать, потому что здесь сотни, 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 даже может быть тысячи людей внутри помещения выставочного, и, наверное, в 10 раз больше ждет, чтобы сюда зайти, охрана просто не пускает, пока количество народа, так сказать, вышедшего не компенсирует количество народа вошедшего. Ну, а команды начали уже свой локпик-фазу, и реоборот за локал темп с наглазью за импас. Ответ был Moon Queen и Aluna. Может быть, Moon Queen заберут сейчас коты, если не поступит вариантов с другим керри. Последний лок от команды Turm. И это паразит. Ну, может оказаться неудобненько ребятам играть в фэлборне без Moon Queen, но вряд ли будет сейчас пикать Рео Керри. Наверное, какой-то активный билд, подразумевающий возможность пикнуть Moon Queen, чем забрать ее у оппонентов. Хотя, 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 может быть, нужен будет Tempest. Тогда Керри достанется в общем пуле и Tempest First пиком, как он был, и локнут в общем-то. Но Moon Queen пас может оказаться достаточно опасной связкой для команды противников. Мы о них, к сожалению, знаем очень и очень немного. К слову, чат перестали. Мы в мониторе Твичевский переезжаем на лайв Гарина Рушный чат, где мы логинимся с нашими Гарина юзернеймами и все, все конкурсы будут проводиться именно здесь, чтобы понимать ваши юзернеймы и, соответственно, правильно выдавать подарки. Чуть-чуть позже, когда уже мы развернемся с техническими всеми нюансами и сможем нормально ни в чем, так сказать, себе не отказывать, мы начнем, наверное, уже розыгрыши и наши викторины. А пока команда Кэтс против команды Турм и меня, по-моему, окружают азиаты. Я не знаю, что они здесь делают, но тайцев здесь миллиарды. Они просачивают даже нашу гейминг-зону уже, хотя потенциально не должны были бы сюда заходить. Но их тут такое количество, что им там ходить, наверное, просто негде. Итак, банинг-фаза завершилась. И реоборот забанил Хаммершторм, Амаракс, Сейджири, Зайу. В ответ команда Хеллборна, Фейда, Бабблс и Инженер. Пикинг-фаза. И сейчас, наверное, реоборот подскажет нам, через что они будут играть. На этот раз это будет Дэдвуд. Ведь Бабблса нет и Фейды тоже не будет. Ну, а какой-то имбушечкой поиграть реоборот всегда не против. И это будет Рео на Дэдвуде явным. Ралли в ответ первым пиком команде Турм. Прилично подзадумались, почему такой быстрый ралли Дэ Вауэр. Будет что-то явно интересненькое. Половка в Экскрите уменьшена, закрываем статистику. По поводу полоски, мне говорят, которая снизу красненькая. Мы попробуем здесь что-то решить. Я не успею, когда-то нет, да? Я не успею, когда-то нет, да? Зефир и Рэчид Хак для команды Кэтс. А Дэ Вауэр до сих пор удивляет меня своим, так сказать, присутствием. В выборе из общего пола. Последний пик из этого же пола для команды Турм. И что же это будет? Ралли Дэ Вауэр, первая имбушечка. Ну, Зефир и Хак будет хорошо. Если что, и есть в любом случае, чем керить. Зефир, Дэ Вауэр, наверное, Тэмпес. Может быть, имбас или Алуна для команды Кэтс. Драконис. Пока уже как минимум двое потенциально фармящих персонажей для Хэлбо. А Дэ Вауэр в пике я тоже, честно говоря, мечтаю. Люблю Дэ Вауэр. Он, если хорошо себя контролирует, так сказать, то часто показывает очень активные и веселые игры. Может быть, так оно и будет. Но именно вот Дэ Вауэра, хоть он и веселый, но он достаточно. Ой, Мунку оставили. И Зефир для FF, а Темпест опигнули уже фирсбиком. И Алуна или импас, как и предполагалось. Алуна для команды Кэтс. И пик завершен. Команды Кэтс против команды Турм. Предела группового этапа GSL 2013. Это группа B, в которой играем мы. И TD, мы из, так сказать, известных команд. Продолжается. Good luck of fun желают друг другу команды. И Дэдут, Алуна, Рэнчин Хак, Зефир и Темпест будут представлять команду Кэтс. А команду Турм будут играться героями Паразит. Латцы узрали Дэ Вауэр и Драконец на форме Атлея. Они Драконеца, так как нам, как им хотелось бы, а нам не хотелось. Good luck for me, пишет Занон. И он молодец. Наверное, ему нужнее всех именно этот luck и будет нужен. Что там? Да, действительно, картинка. Нет, картинка по моему личному видению стрима. Вроде как ничего лишнего не закрывает. О чем вы там, ребята? Все видно, все видно. А, не видно немножко ГПМ, да? Ага, я понял. Не видно пятого героя. Окей, мы это решим. Я редактирую эту картинку после этой игры. И все будем видеть. А пока, конечно, придется вокальным, так сказать, образом помогать вам разбирать с тем, как там дела. У статистики героев обстоят. Команды выдвинулись навстречу другу-другу. Слышно? Слышно хоновский звук? Наверное, можно чуть-чуть громче сделать, да? Хотя, должно быть, более-менее. Подождем. А там дальше посмотрим. Паузу заводили команда Хеллборна. Опять противники тактически что-то придумывают против команды котов. И вон пишут пустые сообщения. Не знаю, как они это делают. Это крут. ФФ внизу на Земфире. Наверное, его пока поначалу будет заболеть Квай. Хотя, Квай может с субпортами и сочек пофармить. Я видел уже, как он это делает на тренировках. Дэдбуд. Это дэв пока что варнинга. Вардо, мидлайнер. Похоже, что мидлайнер ралли. Мы купили Хэскоушен, купили вард. И именно варнинге он, похоже, идет. Пинг опять не сильно стабильный. Хотя, смотрите, уже получше, чем 350. Паразит, ботинки и офенсив лес явно. Ралли, неужели это хардлайн? Ралли с щитом топорик? Мда, похоже на то Дэвауэр Глацус Мидллайн против Дэдвуда. Такого полусоло. Темпа задинает кипаха. Гейхака будет стоять вверху против Дракониса. Пока лайнап не слабый у команды Тур. У меня вроде как показывает, что вонзуги должно быть слышно, но сейчас я проверю еще раз. Неужели драка уже начинается? Встретились Алуна с паразитом, никакой опасности другую не успели представить. Алуна пока выбирает между Мидллайном и Низом. И Зефиру бы хотелось помочь. Хотя ралли он должен, ой, красивая такая аватарочка у ФФа. Ралли он должен оверфармнуть. И милишнику против Зефира будут сложно стоять. Хотя, либо это пушащий же Зефир, тогда ралли будет напряженно подходить. Либо Зефир, который будет тянаиться в стадии ветерки. И тем самым не так сильно угрожать, как и ралли. Дэм Вест. Дабл Мид Хук. И Хук, кстати, по крипу. Дэвау пока не оправдывает свои ожидания. И, соответственно, миссует Рео второй, два вторых. И Алуна первого левела с Пауэр Троум. Лишь бы Хуквай не подставился по дэву, это будет, может быть, стоить ему и жизни. Врачет Хагу сейчас не так легко, как в прошлой игре. И Драконий сгоняет его неплохо. Хотя и запушил Драконий с первым, третьим. И что ли, Макс, да, Макс первый сил. Думаю, Макс и второй, Макс третий. Это совсем было бы странненько. Но даже с третьим скиллом, с пассивочкой на один, все равно Драконий саркушивает линию уже не слабо. Но то, что вы не видите, это только фармы Скорпионы и Драконис. Драконис пока только 5 криповых, 170 кп, не сильно конечна. На Милане въезд! Деваур делает Бладлаз все-таки на Луне вместе с Глатусом. Да тут не может продолжить сделать фраг Дева без Хука. Как я и говорил, Квай как-то неосторожно себя ввел перед криповыми и без Хука смогли его занять вместе с Глатусом. И счет открыла команда Хеллбоу. Орнак, и АЦ отдались. И Квай подарил Бладлаз Лифу, именно Глатусу. Хук и попадает Хуком в Девауром. Деваур попадает в Дедвуда. Фрага здесь, наверное, не будет Глатусу все-таки без маны. Но пуг стоил немалого. Вон тиховато, да, тиховато, слышно? Так лучше. Пока 1-0 и у Хаги особо проблем как бы с жизненью... А, хотя уже весь реген потрачен. Зефир подвергся небольшой атаке от Ралли, но пока-пока все в порядке. Зефир, кстати, похожий офензиабилд. У него ботинки. Пора бы, наверное, и ветерки поюзать. Ралли тоже молодец. Все свои Плайстоуны уже съела. А Зефир пока не рашит Лайфу. Хотя каждый въезд для него уже неприятен. Но основной акцент явно на мидллайне. Дево, Дево. Хорошее позиционирование. Бакшук. Попытка въехать по Глатусу. Но Глатус правильный путь выбрал. Хотя все равно ему неприятно. Дево подорвил на то, чтобы засейвить. Но это все равно фраг для команды Кэтс. И открытие счета имя. Мы молодцы. И мы себя с этим можем поздравить. Дево с Баккой. Скоро будет новый хук. Но то, что он юзает его для Дефенса. Это уже хорошие новости для нашей команды. Драконец, пятый хак, четвертый фарм. Есть какой-то у Саши Оптимус. Я уже расставился. И это тоже хорошо. Не несает даже с Ануаром. Дэдвуд. Хук по Луне. Боже, как он это делает. Даже без вардов. Это рандомный. По сути, был хук. Неплохие корни от Эдвуду. Но это все равно фраг. Паразит продолжает именно под Эдвуду. Турм. Пять, шесть, семь, восемь. Делает фраг. Второй фраг для своей команды. Коты не отстают. Ни по голдей, ни по Экспе особо. Но все-таки. Все-таки Экспай голда держит. Наравнее этот второй фраг не стоил особо ничего. Ну и это преимущество пока что держит именно Скорпион. Он уже пятого левела. И у него уже 24 крипа. Он, по сути, лидер. И от него на один крип отстает Драконец. А все остальные остаются прилично в фарме, по крайней мере. Но этот фраг только темпос. Это преимущество, что этих фрагов держит. Нужно будет ему скоро выходить. Но с другой стороны, там тоже, тоже есть визейка. И Паразит пытается быть полезным. На пятого левела он тоже. И какой-то фарм тоже имеет. Агрессивный билд через Чилис. Выбрал себе Хуки. И уже, наверное, пора ему скоро и выходить. Скелетон Кинг. Будет непопытно заменять вообще с Хагу. У него нет регена. У Шил оставил за Исаша. Здесь некоторые опасности. Паразит на Скелетон Кинге. Шестой Драконис. Хагу нельзя высовывать нос вообще. Вот он выход. И это может быть фрагом. И это будет фрагом. Причем именно Драконис. Его делает. Это неприятно. Драконис лайфтубом. Куча эрегена. ТПшка от Паразита на мидл лайн. Стана до луны. Первого левена, к сожалению, будет ли продолжение. Нет, Паразит не достанет. Дедут пока, пока без корней. Роткий Грасп не пригодится. Белборн хорошую, агрессивную. Грум показывает. Рингов Тинни. Рингов Сорс здесь уже у Скорпиона. Сейчас на его фарме очень-очень многое стоит. И основа на ралли 6-го левела. Зефир против ралли. 22 крипа против 28 фф. Ралли не перефармит. С балл экспириенс на 1. Ему достаточно, чтобы перефармливать. Крипа имеет устаточное количество демиджа. 84 демиджа. Здесь 71 у Зефира всего-навсего. Стим бутсы уже у ралли. Лайфтуб только у ффа. Хозяй нечаясь на хосте. Паразит в чудом лесу. Опять Клитон Кинг для него. Мидлайн отставлен Кэтсом. Рио возвращается. И, кстати, достаточно мне кажется... Ой, будет ли попытка въехать по Девауру? Здесь может быть не сильно хорошо. Дедвуд, Дедвуд под угрозой. Паразит по нему продолжает. И это похоже будет фраг. Сможет ли Голлуна догнать Девауру? Похоже, что нет. А Рио Борода тем временем. Хотели бы забрать, но фраг не удается. Оу, на них хватает маны. Но есть батарейка на 5. Получится ли забрать Баразита? Нужно, нужно его нарезать и юзнуть батарейку. И пауэр тронуть. Но демеджа бы все равно не хватило. Фраги не получились вдвоем. Коты устояли против агрессии от троих противников. Но все-таки Кэтс на 1000 голды и 500 экспы надстают. И нужно сейчас оборачивать игру каким-то образом. И похоже, похоже, многое будет. Как я уже и говорил, зависит от темпы. Темпы выходят на пушку нижней линии. И может быть, может быть, Сусой. Получилось бы забрать ралли. Сетерсу его в случае не ставил. Как это и не делал и терпост. Пока все более-менее спокойно. Агрессии много с обеих сторон. У Дево есть мана на хук. И он уже не на кулдауне. Подставиться ни в коем случае нельзя. Алуна опасно стоит. Очень опасно стоит. Дево будет пытаться хукнуть. Алуна пытается задолжить и получит целить. Дево, Дево, Дево. О, хорошо, что промахнулся. Дево достается инвиз. Но пока нет шестого левела. И, соответственно, гарантированного килла мы здесь не увидим. Дево, Дево, Дево. Без скрипа, без инвиза. О, есть же! Наконец-то закрутят ралли. Закрутят. Все, даже и найден Капелл. И Скорпион вместе с Афом. Делают второй фраг для команды Кэтс. Чем сравнивают ситуацию по Экспе. И убивают противника. Это приятно. Ралли 30 секунд не будет фармить. И, соответственно, Ли Фэф его хотя бы догонит. На Медлайне тем временем фраг на Квай. И опять успех от Девоура. Хук удался. И Квай подарит четвертый фраг команде Турм. Дэдвуд шестой, а Дево пока не шестой. Нужно было бы что-то сделать. Вверх, вверх пронесли. И фраг, ну и даже Саша Оптимуса опять помог паразит своему Драконису. Лиджин Тауэр. Нет, Низ пронесли. Боже, я уже испугался. Низ пронесли. Коты сравняли голду. И это хорошо. Ралли вернулся, пытался подэфать. Ответил Драконис. Слушаем другого Таура. И голда туда-сюда прыгает. 2000 теперь уже преимущество для Хеллборна. Ситуация к себе более-менее равная. Но накаленность вполне явная. Да, Сэрис? Ты кастер. 5-3 не в пользу команды Кэц. И, конечно, обмен Тауэрами сейчас, казалось бы, поначалу принес финансовое удовольствие команде. Но для Дракониса достался Тауэр в ответ. И это уже не сильно хорошо. Десятая минута, а у Дракониса уже 400 плюс ГПМ. Сейчас ему, наверное, на стаковать лес поразит. Этот лес должен бы освободить. Хотя саппорта нет необходимого для того, чтобы этот лес обеспечить необходимым фармом для Дракониса. Но, с другой стороны, здесь тоже FF с Темпестом вынужден делить и свой лес. Так от тоже не наблюдается. Много агрессии с каждой стороны. И Деваур, на удивление, себя пока оправдывает. Хук, рандомный хук. И нет попадания. 2-1-1 у Дево. И из 5 килов, 3-х он поучаствовал. И, в общем-то, практически 3 это все килограммы на миде. Две смерти и 2 килов подарил Саша Оптимус. И опять Ракена Медлайне. Будет ли продолжение Деваур на хосте. Просто носится вокруг. Хукает своего же паразита. Попробует забрать Глаттуса. И мисс Пауэрдром. Хотя здесь и Саша Оптимус. И он помогает своей команде. Дает и ульт. И Сомерскрим попробует забрать Дракониса. За ним не сильно выгодно тратить. По его огоньку. И реоборот отдает себя. Вомин. Ну и Драконис хотя бы. Драконис собирает это хорошо. Дево пару миссов Хуком. И все-таки фраги благодаря Хуку не удаются. 5-6. Хоть чуть-чуть сблизили. Попытка въехать. Садовар будет ли у него есть ута, кстати. Но хп, кстати, немного. И фраг, в принципе, мог бы получиться. 11 хп. Дева выжил. Здесь уже есть кладзиус. Горую сайдванку. Без маны. Темпос. Лишь бы не подставился. Пауэрдром. И опять. И опять. И опять. А 10. 9 хп у Деваура. Опять он выживает. Омг. 5-6. Счет особо не меняется. С лагами будем пытаться что-то разбираться. И в каждую игру мы что-то меняем. И я надеюсь, что буквально немного попыток нам нужно будет совершить, чтобы с этими лагами разобраться. Но я вижу ваши страдания. К сожалению, эти дропы у меня отображаются. Известно вообще некоторая проблема у вас и с твичом. И вообще тут как бы я не знаю, сколько хватает ли вообще в Таиланде интернета на то количество людей, компьютеров, которые здесь находятся. Да, я его в рандомку покрепу. ФФ Хелм, Гоуст Марчеры. Все-таки сплитают, а не лес. Но Тэмпо сейчас старается, наверное, помогать фармить своему херри больше, чем фармить самому ботинки. И астралавый выход на стимбутс уже у Скорпиона. С другой стороны Драконец уже на сустейнере. И одного Нустона ему хватит, чтобы сильно повышать его выживаемость. Ралли тоже уже плотный. Хелм и Мистик Уэссмен. Уэссмен того и халла пока нет. Пуш в мидллайна. И будет, будет, будет явный Дэв. Дэво готовится хукнуть. Как ты знают об этом. Прячется за крипами Теплеста. Дэво. Хукой попадает по Сефир. Успеет ли Сефир. Получается здесь. Хороший реакция 3 оборота. Есть ульта от Сефира. Будет и пал, и задув. И Дэво пытается ультать Сефира. Но все-таки умирает хорошую ульту. Катает Скорпион. И ему хотя и очень больно ульта. Отбросит фармку. Ралли ультой добивает. И Скорпа смогут его забрать. Да, есть корни от Дэв. Хотя все очень лагает. Но ситуация мне, по крайней мере, ясна. Троих забрали коты в обмен на одного темпуса. И это неплохо. Поверт рвал до луны мимо. Паразита не смогли фрагнуть. 3 на 1 плюс Тауэр. 8-7 котлево является вперед. И по фрагам, и даже немножко погалдеть. Драконец решил не присоединяться к своей команде в этом темпайте. И, наверное, именно поэтому позволил размен. Один даже, я бы сказал, на 4. Зефир. Фук от Дэво уже был. Драконец летит на всех парах. Зефира замедлит и, наверное, убит. Все-таки четверо АФ. Один есть фраг для команды Халборна. Счет опять сравнялся. 8-8. Легенд для Алуны. А АФ, по-моему, чуть-чуть зря находился на вражеской территории такое долгое время. А опять нужно ждать ультов. Опять не отдаваться. Вот так вот. Рео. Рео в опасности. Ралли пытается. Вот это оба на стимбутсах. И, скорее всего, у Ралли это не получится. Реоборот, в принципе, если что, с клифкатинга вкачан им на один. И на крайняк убежал бы по деревьям. Но Ралли его не догнал. И Крампелом застанет не смог. Вся команда собиралась на этот ганг. А сейчас вся команда Халборна хочет зафармить. Сталка Эйджетов. И хотя отдадут драконицу, но он, наверное, поделился бы немного эксперименса с Глаццем. Хотя Глаццем, похоже, на него не претендует. Ему бы ботинки сильно не помешали. Можно подумать о потенциале лейтгейма. А дракониц уже выходит на наустом. Ему до него осталось бы дружить копейку. И это будет достаточно скоро. Дэдвуд хочет задефаться. Хочет хук. И попадание по Дэдвуд будет на реакцию от команды. Врачи Саха уже здесь ульта по двоим отличится от Аталуны. И будет, 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 будет фраг на Дэбауре. 100%. Дэдвуд хорошая реакция. И ульта поглацается. И этот фраг выживает. И обороты именно благодаря Мистик Вестменту. Буквально на очень лоу хп. Хотя все-таки Дэбаура убить не смогли. Он подденавился. Но это два фрага. И не смогли собрать. Да и оттуда преоборот выживает. И буквально 200 голды от Портал Кея. Он хочет, наверное, зафармить сейчас лесок. Чтобы к этому Портал Кею еще немного приблизиться. Видно, как просаживается интернет на самом деле. Мин вроде бы и не критичный. Сейчас проверим. Кэмпэ с Хагом решили подраться на Минлайне. У него одного, ни другого нет ульты. И это даже затевание этой драки достаточно опрометчиво. Драконис, тем временем, 100 копеек на ушко. А-а-а! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все стримы стаки, дракони сут, стака коты не дают хорошего ревелайшн от Квая, и пойти, конечно, много в ближайшие пару минут, по крайней мере, не будет точно. Вырывается ли Зефир хоть как-то вперед, пока 410 у него и 440 гпм у драконица. Ну, тимфайт потенциал у легиона, в принципе, очень неплохой гэтс с ультами в хаге тембусто, и Зефира могут забирать всю команду, без одного, с которого, по идее, начнет реоборот. Нужно было бы, нужно было бы въехать по драконицу, есть у Дэдвуда ульта, по драконицу будет продолжение корнями Роттенграсп, и врачи так уже тоже рядом. Ну, в Стоун приехал очень во время драконицу, реоборота забрал паразит вместе с драконицем, опять бегал Рео по Викеркох, даже не зажали ульты, но это, в общем-то, правильно. Хотя жалко, что ее не было, когда въезжали еще по дракону, забрать его не получилось, очень вовремя его приехал на Устон, хотя не то, чтобы прямо именно сам эффект отмены заклинания сейчас был важен, именно то, что добавился ультиметор, и, соответственно, добавилось 15 страджей драконицу, именно в процессе ганга, немножечко это все-таки зарешало. Дэву пока особо без ничего и, в общем-то, без денег, он, конечно, полезен своим большим дизейлом, хорошей инициацией, но не то, чтобы сильно его оправлял, хотя хаоса в early game, нальел немало, начал достаточно хорошую игру, которая заставила Кецова опасаться, но после прошлой игры, наверное, это то, что им и нужно. Много агрессии они проявляли, и слегка опрометчиво, я бы сказал, заходили на хайграунд. Сейчас пока ничего явного нет, пытаются контрварнуть Варду в революбе, но все осталось в 30 секунд, и Глациус потратил, мне кажется, лишнего времени опасность, почувствовал, и эта опасность заключается, может быть, даже и в Алуке. А ты все прямо на нижней линии, хоть по Варду в сайту. Дракон, Дракон хочет фармить, Грибо хочет, ничего себе, как далеко на фиге на мастерах. Файр Брэнд и Айс Брэнд уже на Сирия, и это весомый, может сказать, айтем. Ой, какой хукой Девауэр, опять по Луне, Квай уже много раз, много раз попался на Дракон, и Девауэр на Гоусмарчерах, скорее всего, его отдогнал. Но тут иллюзия подобралась от Дедвуда, которая, в общем-то, и засейвила, засейвила Квайя только что. Благодаря вот этому варду от Хелборна и иллюзия Дедвуда. Девауэр просто испугался, и это правильно, настоящий Дедвуд на мидллайне ждет своего 11-го левла, хотя Форн Клкей и Килл, и у него, и получается хук, и опять попадание ульта Дево. Будет продолжение от Глатуса, Девауэр, Девауэр. Хороший ульт, хороший, хороший красный стан от Алуны, но будет ли хоть какой-то фраг? Здесь уже в пекером команда Хелборна, а промечивый, как по мнению, точная блинка Дево и Дедвуда. И ульта, ульта Трифьера, ульта Демпеста вдвоем, они заберут, уже забирают трогой, забирают по ралли, и ралли тут тоже не выживет, минус 1, минус 2, минус 3. Глатус, конечно же, тоже погибнет, а луну собрать не вышло, выживает лишь паразит. И это хэтрик для ФФ, а неплохой оборот и обмен на реоборота. Хотя, конечно, может быть, он бы даже какой-то микрошанс имел на выживание. Но пауза от Хелборна, опять один паразит только выживает, 14 действий, тут КТ и 3,5 тысячи золота, 4,5 тысячи опыта за ними, тайм-аут у Дракониса. Не то, чтобы, наверное, это был тайм-аут, который и стоил этой игры, но на самом деле ульта Трифьера много прям он сделать бы не смог. ГПМ-чарт специально для вас, дорогие чат-лане, участники нашей беседы на LiveGarena.ru, где весь чат у нас и происходит с нашими Гарена юзерней. У Дракона уже 460, а у ФФ уже 480. Ну и это, в общем-то, маленькая победа. Наш керри перефармливает их керри. 313 ралли, 300 имеет Дамвест, реконект от Дракониса и, наверное, будут продолжать. Да, продолжение готово, и АФ уже, уже, уже после, после Фростберна имеет сверху тысячи голды, и это может оказаться даже, даже, даже Шранкенхэп. АЛУНИ бы сейчас тоже не помешал Мисси Квест, значит, что-то копеек есть у Квая, и, может быть, именно на Миссис Квейс, он в скором времени рассчитывает Пауэр Троу и парк Трифл Стака. Стакнуть пока-пока бы и не, может быть, и не получилось, но у Драконис Квейс появился следующий стакклер. Ну, пока что к доминации карты все-таки за нами. Гиэм выбирает именно Квай, и Баундай появляется команда Легионов, команда Кэт. Дэву все так же без ничего, наверное, на Брест Харкен, да, и копит еще 100, чтобы немножко уплотниться. Недолго он живет со своей ультой, и даже Дэд Гэдэй будет очень нелегко забрать. 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 Попыточка въехать по драконису. Будет ли Пауэр Троу от Олуны? Мимо. Драконец хочет фармить, и он будет окружен Деду нужно сейчас выезжать Сбивает, но условно продолжение по Драконецу будет И вместе с Алуны, со всеми остальными, конечно же Драконец забирает всем и его Поздравляем, 15-й фраг для команды Кэтс И это опять фраг на хардес керри команды Хеллборна Заодно и пуштаура, и заодно дополнительная денежка Для наших СТГ-шных фаворитов Деваур сейчас уже не так полезно Накопила на свой Брестхарт И, конечно, может быть, через еще 300 копеек он получит Хеллборда Клиджин Но с такими отдаваниями может ничего и не выйти С фаундаем начинают заканчиваться ворты команды Хеллборна Тебешки на мидлайн, дефать нужно, дефать нужно Деваур без особо ничего Блинка Тепеста, есть, погладывается, готов фраг Продолжить ли по Деваур, будет ли ПК Дедуда есть у Роденграсп, мимо Блинк и замедление нужно Есть Блинк, есть замедление Здесь Ефир ставит ульту по Девауру И Деваур тоже не будет Таура дают, но в обмен О боже, как можно заданайться в ульте На Зефира и под нарезанием И Зефира, и Дедву, да как? Но это очередной Деваур И я не понимаю, как он это делает Коты выигрывают 5000 золотых Уже 10 тысяч экспы Два Таура досталось Хеллборну При этом все равно 5000 гилды за нашими ребятами Поразительно на таблито в команде На толкалке заходит на свой хопграунд Чем спасает себя от смерти Варда Ревелэйшн есть, и Варда Квайя на Конгориан Витин Возможно, это байт нас от того самого Конгора Или будет антивардить Попытка ехать по Хаги, хватит для демеджа У Хаги нет, нет мистиквестмента Но все равно Хаг выживает Причем, что даже с тимбутами на интеллигенс Пока паразит не очень мощный Попытка на 12-го левела Но ни о каких кодексах речи не идет В солох, даже Хагус обратить не может сразу Нет, мистиквеста не будет Взяв, 18-й левел, драконец 16-й Дракон наш Ранкинг Хэд идет Как, наверное, это будет делать У него 5700 денег Есть Шунка с одной стороны Есть МОК с другой Все-таки вот такой агрессивный, дамажный ФН7 билд пошел ФФ и это не знаю, хорошо или нет Пока, в общем-то, ребята выиграют чисто за счет масс ультов И дополнительный массовый демедж очень бы не помешал 26-й минута не то, чтобы сильно поздно для МОКа Тем более, ни у кого другого С другой стороны нет Тут производительный демедж и не то, чтобы много И лишь, наверное, огонек драконеца сейчас Большая угроза, по которому любят бегать Реоборот Алуна Инвиз и Баунда И погулять сейчас по карте было бы хорошо Заканчивается вардовый револейшн Есть минус Смогут ли забрать драконеца? Хватит ли пизикв демеджа? Наверное, да Есть Дэдвуд Дракон, правда, 17-й левел фармит Очень неплохо, ГП у него 470 Но у УЗИ-ФФ-то уже почти 600 Вольвард Вольвард плюс арморе у Дэдвуда Пока он гангать не собирается, спармит в первую очередь, Дэбо Если рядом команда, я рядом не с Tempest, у него есть портал Кей. Стан по Бразиду. Третий скилл. Дэнвуд, 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 плиз паразита. Я на флаг на Бразиду, но тем временем пытался вызывать Devour Tempesta. Заберет ли, заберет ли, заберет ли Рео? Нет, успел сесть по листочку. Компел. Как-то удивительно, но мимо. Рео, 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 живи. Команда рядом. Очень нужен Зефир. Здесь все пятером команды Хеллборна. И, наверное, будете файд. Никто никакие особо культы не потерял, кроме Дэнвуда. И Хаг, и Зефир, и Tempest еще на месте. Всем бы неплохо, конечно, бы получить 16 левла. Хаг недалеко уже от Кофлаура. И Шилл остался, наверное, наверное. Копеек через 900 минут, через 2. Нет! Вот он! Неужели уже в сборе? Да, уже в сборе он есть. Скорбик везет себе. Купил, вернее, уже Архангер, вернее, он тебе его везет. Ему осталось еще 50 копеек до Шранкенхеда. И следующий тимфайт может быть именно именно с вот этими вот уже ценнейшими айтемами. Дракон. Дракон будет выходить на Севердж Мэйс. Наверное, следующим артефактом. Гвард Клай закончился. Кангора. Ни одна команда сейчас не видит. Вардов Ревелэйшн. Свежепоставленный Хаг. Достаточно, кстати, не худой. 1200 КП. Варианты выживать высоки. У Шайла Стайлза и у него теперь появился слот для Мистик Вейсмента. Если он его все-таки, может быть, захочет. Но пока денежки не хватает. Клай. Греус ДД. Найдут ли сейчас Деваура? Может, может быть. Деву, осторожничает, отходит. Правильно, команды рядом нет. Драконий Слеер и выкупать, кстати, не будет. Сейчас один неудачный кейпайт для Халборна и это будет заход на хайграунд. Еще один Тауэр для Котов и это 10. 9500 преимущества по золоту и 11. По опыту после МОКа уже появился Шранкенхед. И это 600. КПМ, наконец-то, граница преодолена. Неужели Соло Конгар? Шранкен продаж, наверное, потом и Си-Вейсмент. Видят, 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 видят реакции. Правда, не позволяет. Ралли ТП. Дракон рядом. Там Шранкен и у Темпеста. Может быть, неплохо было бы сейчас ей провести тимфайтик. Курица пока за ним возвращается. Не перевезли еще Шранкенхед. Пока драться. Нехорошо Шранкен, Темпест, Шранкен. Зефир, Гэлфлауэр на Хаге и потенциально скорая Тейблотов Команда. А Луния может привести к очень-очень неплохо проведенному тимфайту. Особо никаких супер важных айтемов у Хлборна пока не появилось. Конечно, Слэйер на Драконе все это хорошо. Но даст ли он то, что нужно противнику? Очередной въезд. И очередной неудачник был от ралли. Это похоже, очень похоже на фраг на нем. Флауэр. И ох, какой неплохой хук. Хаг. Ульта. И Пауэр Троуа на Лун даже не пригодился. Нет, Квайд таких, Квайд забрал этот фраг. Пригодился таки Пауэр Троу. И минус ралли. Без ралли будет тяжелее. И Де Паца. Выкуп у него правда есть. И Квот Хэнд может его реализовать. Потенциальный заход на хайграунд для команды Котов. Конец теперь стал сильно громкий. Дэво хук по Дэд. Буду продолжение Де Пауэр Троуэр Троуэр Троуэр. По двоим. Драконец сзади. Но его прилично нарезают вдвоем. Рача Троуэр Троуэр Троуэр. И Драконец еле-еле уносит ноги. Смогут ли забрать Зефира? Не. Очередной боже. Какой один очередной. Это Буджа. Я не знаю, что там Де Вауэр делает. Каким явно не нашим богам поклоняются. Но эти Де Най меня уже смущают. Участи смертей. Наверное, уже 4 или так, чтобы даже не 5 Де Най. Именно у Де Вауэра. Но тем не менее. Из Котов никто не погиб. Такой достаточно агрессивный заход на хайграунд. И никто не умер. Вполне неплохо. Теперь, наверное, чутка продефать. Поантиварнить. Забрать все-таки Конгора и повторить этот крутой опыт. Ралли развели таким на байбэ. Бульварк на ралли. Дедвуд, Дедвуд. Инвестирует чуть-чуть свои деньги. Наверное, Брестплейт. Я, к сожалению, не заметил, что он не успел сказать, что он у себя уже приобрел или не приобрел. Дракон отчаянно пытается нафармить Сэвэдж Мэйз. Его в этом тимфайте не убили. Но вот сейчас будет въехать Драконец и Юзайд Шанкинхэд, чтобы задефаться. Забрать, наверное, Врачетхага у него не получится. Здесь рядом есть и Дедвуд. И он без проблем ультонет. По Шанкинхэду, конечно, продолжит по Драконецу. Рядом уже, в принципе, есть Паразит. Но Паразиту скорее нужно уходить. Это Ultimate Warrior уже для тебя в Рачетхаге. И Саша Оптимус 4-2-7 делает Шайл Стайлзу счет. Драконецу забрали. У него есть денежка на выкуп, но он так, наверное, не хочет его делать. Так уже мечтает он о том, Сэвэдж Мэйзе. Но, наверное, ему не достанется очередной тауэр для команды Кэтс. Есть у ФФ он. И это 630 гпм против 470. Скоро мы получим очень непроявляемое зефиро. 3-400 денег уже есть. На шоах с вами Керри. Антимарк Каталуны. Ну и Конгар. С хорошим байтом на зефиро. С токеном может получиться байтом 5-0. Халборд даже не пытается идти. Зато токен не для зефиро. Халборд даже забирает его. Как по мне, чуть зря. Чуть зря. Мне кажется, что нужно было отдавать. Хардфарм еще зефиро. Хотя он может быть и достаточно плотный. Выживаемость у него достаточно неслабая. Но если вдруг умрет 600 плюс гпм-ный герой, как будто очень неприятно для команды. Пауэрпровод Клайя. Чтобы что-то... Дабл дамэдж. Выехали за ним уже. Уже. Уже выехали за ним. Шайлос Тарас. У него есть шанс культура. И походу, да не дабл дамэдж. Здесь он активирует. Полный логичный движение. 400. 400 дамэджа теперь у ФФа. Ралли, как дела вообще? Если Клфлауэрис будет для продолжения, Ралли успевать себе компельнуть. Но это фраг для... Врач из хаги очередной легендарь. И уже берет Сашу Оптимус. Он же Шайлос Сайлз. Опять драка будет похожа без Ралли. Ралли еще и успел купить. Успел купить себе в Лест Сторб. И теперь денег на выкуп у него не будет. Ну, в общем-то, глобально говоря, на выкуп уходит только у дракониса, который, по-моему, хочет дофармить эти 200 гпм. И это будет стоить у мидллайна. ТПшка. Кого без маны? Темпы остварить троих. Ульталов по троим. Отвречет. Какие продолжения от эфира? Минус один, минус два, минус три. И, наверное, да, самый штык для Шайлос Сайлз. Минус мидлайн. И потенциальный ГГ для наших оппонентов. Аптелборн пока ничего не говорит. 36-ая минута. Но тут уже очень-очень-очень хорошо проводятся тимфайты. Уже не первый раз отдается ралли, чем частично дарят тимфайты нашим котам. Дракон, че как? Шанкинхед попытка ехать по темпу, что дэмиджа маловато. Вот так. Вот Хангри Спирит купил драконису. Это, наверное, какой-то там полу-олл-ин, можно сказать. Тауэр на нижней линии тоже достался. Ну, лучше бы, конечно, отойти пока без ультов. Не сильно хорошо. Алуна новый Бондай. Сердце на Зефире. И еще 2-300 сверху. Ухраги тоже, в общем-то, с фармом все в порядке. 2-400 после этого захода. Ну, и, конечно, такой буст не слабенький по голде. 27,5 тысячи. 29,5 тысячи по опыту. Командик Этс немного самоуверенности добавил. Ну, а оппоненты, я думаю, уже поиспуганнее себя чувствую. Темпест. Темпест ветра. Хаг ультимейтор. Бастер-байта, наверное, будет кекс. Дрошипских никогда не помешали. Есть Хлфлауэр. Хлфлауэр. И еще один контрольный командир всегда хорошо. Ралли. И к чему этот Блэссторм был, он бы, может быть, пригодился своим тиммейтам. Хотя, если бы попал в Ульпу Темпест, так как и все. Это был бы просто лишний выкуп. 100 гбм Глацик. Ооо. Даже Луну у нас здесь 22 раза обгоняет. Ну, конечно, с каким-то преимуществом. Пытаются отпушить команда Хеллпор на линию. Мы спринхаем, как бы, не сильно вовремя на Драконисе. Не знаю, насколько выжимаемости требует повышать, но явно не сильно. ТПшки наверх. Деф в верхней линии. Как с токеном и двумя с половиной минутами внизу Шайлос Тайлс въезд по Зефиру. Хватит ли у всей команды демажа, чтобы избрать развелину Дракониса на Шанкинхед. Зефир тоже юстил Шанкинхед. Дево пытался коняться за Дево и за Дедвудом. И тут тоже Шанкинхед. До Тимфайтов сразу минус раз-два-три Шанкинхеда поюзна. 15 секунд до ульты Темпеста. Все остальные ульты на месте. Чуть заполучить хочет Шайлос Тайлс. Нижнюю рюлью. Опять отвлекает меня команды СТайгрин. Самые тут очительные ребята, на самом деле. ТДМ и СТайгрина очень приятные в общении. И от них вам всем большие приветики будут еще. Вчера мы успели что-то типа в 5 утра по нашему месту во времени у команды ТД взять интервью. И я надеюсь, сегодня мы его обязательно вам тоже покажем. Девоуэр хукнул иллюзию Дедуда. Блинк от Темпеста, МИБС под его. Ну этот, наверное, будет динай. Не, ах, никаких динай на этот раз. Врачи Тхагу успел забрать Драконец, при этом не юзал даже Шанкинхед минус. Не личный барак. Продолжаем по аранжовому. Как-то живой токен у него был. У Дракона есть Шанкинхед, но у Темпеста есть на всякий случай ульт. Зев, свой Шанкинхед. Продолжение по ралли. Ульту грудит Темпест, Ульту грудит по паразиту. Драконец выжил, юзнул Шанкинхед. Смотрит ли он забрать Дэмпеста, похоже, что дэмпеста все-таки не хватает. Драконец вынужден уносить ноги. Продолжение от Врачи Тхаги и не хватит дэмпеста даже Темпеста. Хотя нет, все-таки хрипам Скорпион решил отдаться. Минус нижняя линия и очередной киностейд для команды КС. И Хеллборн двоутит консид. GG. GGWP пишет сами себе. Команда КС. Во второй игре групповой этапа группы B. На турнире GSL 2013 команда КС уже дважды победила. И, соответственно, им еще нужно всего-то три игры осилить. Хотя скоро, очень скоро будет игра в пределах групповой этапа с командой TDM. С ними такие уже игры, может быть, будут и посложнее. Хотя это, это тоже стоило немалых усилий. Ну что же, опять небольшой перерыв. И очередные попытки как-то разогнать, запустить, настроить стримы интернета. А заодно и поправить картиночку группового оверлея на стриме. Чтобы вам было видно всякие ГПМчики вот эти вот внизу. Вернемся минут, наверное, через 5, 7, 10, 15. Оставайтесь, болейте за нас. А я попробую показать вам сейчас центральную сцену. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!